Короче, ничего сложного нет. У нас есть вот этот продувочный наш пистолет, наша бутылка и наш ниппель. А также я попробую еще использовать вот этот вот Сантия Гельмастер. 5 минут он встает для металла. Но это уже вот здесь мы будем использовать. На первое что нам нужно? Нужна бутылка. И нужно запрессовать ниппель вот сюда. Для этого сделаем небольшое, небольшое отверстие в жопке бутылки. В итоге я просверлил гирдочку вот такой вот шишечкой. Сейчас нам нужно вот это вот засунуть туда. Правда, вот теперь как бы понять. Я думаю, что возьмем мы сейчас электрод. Лайфхаки. Электрод. Просовываем. Не убегай. Блин, у меня получилась завосениться вовнутрь. Ага. Есть. Вот так, вот так. Ну вот так это выглядит непрезентабельно, но вышел, получается, бортик сюда. Даже, получается, жопка вытянулась. Сейчас я немного подкачаю, чтобы все выровнялось. Я подкачал бутылку, дал где-то около двух атмосфер. Ее не продавишь. Ну и, естественно, подвыдавило ниппель. Еще раз повторяю, у нас здесь есть давление. Теперь нам нужно в эту крышку вмонтировать пистолет. Теперь нам надо открутить вот эту вот гайку. Да, не сказал. В первую очередь, естественно, нужно рассверлить крышечку для запрессовывания вот этой вот, соответственно, гайки, наверное. Короче, вот этого вот перехода. Далее я возьму уплотнитель резьбы и буду наносить его на жопку бутылки и на пипку бутылки. Сейчас, короче, надо распушить, распушить кисточку. Для этого ее надо поджечь, чтобы она покоптила. Нормально, чтобы было таким вот образом она. Кисточка есть. Открываем герметик. Встает у нас за 5 минут уплотнительный для стали и чугуна высокой прочности. Ну, я думаю, что здесь мы пластик жопку помажем немножко, ничего страшного. Ну, а здесь, естественно, у нас сталь. С. С. Сталь. Короче. Немного очищаем. Немного наносим. Вот так вот. Зачем я это делаю? А для того, чтобы не вырвало у меня ее нафиг. Хотя ее, скорее всего, и так не вырвет. Но, на всякий случай. Так, наносим сначала сюда. Я заменил крышку немного на другую. Ставил вот такие две резиновые манжетки, два кольца с этой стороны изнутри. Закрутил. И сейчас. Давление держит. Пойду накачаю, посмотрим. Ну что ж, я отдал давление, дал две атмосферы. Больше компрессор давать не хочет. Ну, посмотрим, смотри. То есть, можно еще использовать как как мини-продувочный пистолет. Естественно, уходит все. И сейчас попробуем непосредственно сделать то, для чего это и предназначалось. Специально для этого я взял вот такой сантехнический шланг. Он получше будет. Это бывший армированный шланг. Я просто вытащил из оплетки. Вот этот я не буду использовать. Его неудобно соединять. Этот прям замечательно встает на наш быстросъем. Особо даже не нужно ничего здесь извращаться. Вот так. Замечательно. Сейчас я схожу, наберу воды. И уже потом закачаю давление. Вот так где-то половина бутылки воды. Опускаем шланжик. Закручиваем крышку. Все замечательно. Давление держится. Идем качать. Ну, сейчас посмотрим, сколько у нас получится дать давления. Да, где-то около двух получилось. Идем испытывать. Тут где-то метра два с половиной, три. И давление все еще есть. Единственное, что подстукивает вот отсюда. Идем качать. Естественно, друзья, вам самим решать, как пользоваться этой херовиной. И вообще, как бы... Я бы на самом деле пользовался ее. Наводил бы сюда автошампунь и просто машину поливал. Ну, за исключением, если у вас нет, к примеру, керхера или еще чего-то там, автомобильной мойки. Очень удобно. Либо же какие-то опрыскивать растения. Вы сами видели, что давление оно держит, пока не закончится вода. Даже при наличии всего лишь двух атмосфер. Ну, и если нет у вас компрессора, вы можете также просто обычным насосом накачать велосипедем. Я думаю, до двух атмосфер спокойно можно накачать. Поэтому пользуйтесь. Вот эта хрень стоит совсем не так дорого, как вам кажется. Там в Leroy можно купить ее в единичном экземпляре. Рублей за 200. Поэтому, блин, классно, прикольно, интересно. Пользуйтесь по-братски, подпишитесь. И давайте до свидания. Ну, счастливо.